Немецкий Кёльн готовится к масштабному митингу. Со всей страны туда съезжаются люди, чтобы принять участие в антиисламской акции. Такие мероприятия проводятся не впервые, но это обещает быть особенно массовым. Масло в огонь подлили истории о так называемых новогодних домогательствах. Им подверглись женщины в разных городах, не только в Германии. На фоне всего этого власти ФРГ делают заявления, которые могут привести к пересмотру закона о мигрантах, по сути, к его ужесточению. Обо всем подробнее Павел Матвеев. Чем больше времени проходит после невеселого для Германии Нового года, тем яснее, что власть не только провалила кёльнский экзамен, но и проваливает работу над ошибками. Больше недели минуло. Стал ясен масштаб событий. Достаточно взглянуть на карту. Мигранты бесчинствовали сразу в шести немецких городах. А ведь еще есть Австрия, Швейцария, Швеция и Финляндия. Стало известно, что мигранты готовились. Журналисты раскопали рукописный разговорник, бранный и унижающий женщин лексики. А в европейских СМИ появился новый термин «новогодние домогательства». И что же сделали власти? Установили личности всего 31 человека из тех, кто вернул кёльн в Средневековье. Причем установили не значит арестовали или хотя бы просто нашли. Да и если найдут и арестуют. Не факт, что они получат по заслугам. Законы такие. Это не кто-нибудь признал, а канцлер Меркель. На мой взгляд, есть несколько моментов, требующих обсуждения. И один из них – достаточно ли совершенно наши законы? Не требуется ли что-то поменять? Я считаю, что требуется. Правящая коалиция, глава МВД и министр юстиции над этим работают. То, что произошло в Новый год, ужасно, признала глава правительства. И с сожалением констатировала. Беженцев, мол, в страну приехало слишком много. Как будто к их нашествию политика самого правительства не имеет отношения. А между тем выясняется реальное число пострадавших от нападений и унижений в ночь на первое. Куда больше тех сотен, что обратились в полицию. Люди не подают заявлений, боясь обвинений в нетолерантности. Что говорить о тех, кто должен беречь их покой? Стремление не обидеть мигрантов, но сохранить лицо и порядок доводит их до абсурда. Глава профсоюза полиции в одном интервью делает два, по сути, противоречащих друг другу заявления. Не нужно из кёльнских событий делать выводов о беженцах. Да, они совершают преступления, но не стоят особняком. То есть нарушают закон не больше, чем остальные. И тут же следует признание, выходцы с Ближнего Востока и Севера Африки создают гетто, где о законе вообще речи нет. Люди устраивают в пригородах целые районы, где они хотят сами всё контролировать. Полиции всё труднее и труднее там работать. Туда ведь даже проникнуть трудно. Неудивительно, что немцы потихоньку начинают вспоминать, чьи руки должны спасать утопающих, когда руки властей безвольно опущены. Известная художница пытается воздействовать на мигрантов красотой тела, выходя в чём мать родила, на пикет с требованием уважения к немкам. А в соцсетях идёт волна посерьёзнее. Люди собираются создавать народные дружины для самозащиты. В полиции говорят, что это лишь обострит обстановку. И они, конечно, правы. Я сегодня поговорил с шефом кёльнской полиции и попросил его временно уйти в отставку. Хотел бы поблагодарить его за многолетнюю службу. Но этот шаг необходим, потому что нам нужно восстанавливать как доверие людей к полиции Кёльна, так и работоспособность самой полиции. Особенно перед большим событием в жизни города. Большое событие – это традиционный карнавал, который пройдёт в феврале. Но до него ещё много чего может произойти. Уже сегодня критики миграционной политики властей из движения «Пегида» собирают в Кёльне масштабный митинг. Организаторы говорят, что участников будет намного больше, чем обычно. И это почему-то никого не удивляет. Павел Матвеев, Алексей Козлов, Первый канал.